Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника Алгебра 8 класс, автора Мерзляк Полонский и Кир по номерам 29. Нас просят сократить дробь. Итак, первая дробь 14а в кубе, деленная на 21а. Сокращаем дробь на 7. И числитель и знаменатель делятся на 7. 14 делим на 7, 2. 21 делим на 7, 3. Получаем дробь в числителе 2, в знаменателе 3. А теперь делим степени. А в кубе делим на А в первой степени. Основание переписываем. Показатели вычитаем. 3 минус 1 это 2. Получили дробь 2а в квадрате, деленная на 3. Вторая дробь 8b в кубе, c в квадрате. Знаменателе 12bc в кубе. 8 и 12. У них есть общий делитель 4. Сокращаем дробь на 4. 8 делим на 4, 2. 12 делим на 4, 3. В числителе 2, в знаменателе 3. Теперь делим в степени с одинаковым основанием. b в кубе делим на b в первой степени. В числителе будет b в квадрате. c в квадрате у нас в числителе, c в кубе в знаменателе. Степень будет в знаменателе. Основание переписываем, показатели вычитаем. 3 вычитаем 2, будет 1. Останется просто c. Показатель 1 мы не пишем. Итак, получили дробь в числителе 2b в квадрате в знаменателе 3c. Не рекомендую вам при сокращении зачеркивать степени или показатели. Просто применяйте правило деления степеней с одинаковым основанием. Если показатель больше у степени, которая находится в числителе, значит степень останется, или частная останется в числителе. Если показатель степени больше в знаменателе, значит частная останется в знаменателе. 3. 5x в числителе, в знаменателе 20x. Сокращаем дробь на 5x. В числителе 5x делим на 5x, это 1. В знаменателе 20x делим на 5x, это 4. Получаем 1 четвертую. Четвертая. В числителе 24x квадрат, y квадрат. В знаменателе 32xy. Наибольший общий делитель для 24 и 32, это 8. 24 делим на 8, 3. 32 делим на 8, 4. В числителе у нас будет 3. В числителе у степени с основанием x больше показатель, поэтому останется в числителе. Показатели вычитаются. От 2 вычитаем 1, это 1. Показатель 1 не пишем. Аналогично для y. y в квадрате у нас в числителе, в знаменателе y в первой степени. Показатель больше в числителе, поэтому будет y в числителе. А показатель от 2 вычитаем 1, это 1, 1 не пишем. И в знаменателе будет только 4. Получили 3xy, деленное на 4. Пятое. У нас дробь в числителе 4a, b, c. В знаменателе 16a, b в четвертой степени. Сокращаем дробь на 4. 4 делим на 4, 1 в числителе. 16 делим на 4, 4 в знаменателе. Сокращаем дробь на а. Когда мы делим саму на себя, это будет 1. Теперь в числителе у нас останется c, а степень с основанием b у нас останется в знаменателе, потому что больше показатель. Основание переписываем, показатели вычитаем. От 4 вычитаем 1, это 3. Если мы не видим показателя, то это показатель 1. Если вас смущает, возьмите карандаш и напишите u, b, показатель 1. Под номером 6. 56, m в пятой степени, n в седьмой степени, в знаменателе 42, m в пятой степени, n в десятой степени. Обратим внимание, что 56 и 42 делятся на 8, поэтому сокращаем дробь на 8. 56 делим на 8, 7. 42 делим на 8, 6. В числитель пишем 7, в знаменатель 6. А теперь распределяем, где у нас будут степени с основанием m и степень с основанием n. Итак, у нас и в числителе, и в знаменателе m в пятой степени, поэтому мы полностью сокращаем, то есть делим на m в пятой степени, и в числителе и знаменателе остается 1. А вот n, у m показателей в знаменателе больше, поэтому n останется в знаменателе, а показатель будет от 10 вычитаем 7, 3. Получаем дробь в числителе 7 в знаменателе 6n в кубе. То есть мы зачеркиваем только тогда, когда у нас сокращается полностью, или когда мы сокращаем числа на число. И мы пишем рядом частное после деления. Седьмой номер в числителе минус 10n в десятой степени в знаменателе 5n в четвертой степени. Если у нас стоит минус в числителе дроби или в знаменателе дроби, то мы можем этот минус вынести перед дробью. Потому что частное двух чисел с разными знаками – это отрицательное число. Итак, сокращаем 10 и 5, делим на 5. 10 делим на 5 – 2. 5 делим на 5 – 1. Тогда в числителе будет 2. n в десятой степени в числителе, n в четвертой степени в знаменателе. Показатель больше в числителе, поэтому n, степень с основанием n останется в числителе. И показатели вычитаем. От 10 вычитаем 4, 6. В знаменателе остается только 1. 1 мы в знаменателе не пишем, поэтому пишем минус 2n в шестой степени. И последнее, восьмое. Дробь в числителе 3, p в четвертой степени, q в шестой степени. В знаменателе минус 9, p в восьмой степени, q в седьмой. Переносим минус передробью. Сокращаем дробь на 3. В числителе 3 делим на 3 – 1. В знаменателе 9 делим на 3 – это 3. Теперь распределяем степени. В числителе у степеней больше показателей, поэтому степени будут у нас в знаменателе, а в числителе, значит, останется единичка. А в знаменателе основание p переписываем, показатели вычитаем. От 8 вычитаем 4, 4. q переписываем основание, показатели вычитаем. 7 минус 6 – 1. Показатель 1 не пишем. Получили дробь минус единица деленная на 3, p в четвертой степени, q. Все, мы справились с вами с заданием. Сократили все дроби. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.